здравствуйте в эфире программа смотрите кто пришел а пришли мы сегодня в гости к человеку удивительному и уникальному это руководитель оркестра мысли в звуке владислав киселев владислав здравствуйте на рассуде сила я честно говоря в моем представлении вообще оркестр это вот ну какие-то серьезные солидные дяди и тети это полный набор инструментов включает духовые и там и скрипки и ударные и все у вас оркестр тоже такой же вот он такой большой масштабный ну вообще надо сказать как это все начиналось а вот давайте да то есть когда мы супруга организовали студию творческо-мастерская звуки музыкальную школу мы потихоньку начали приходить студенты вот после чего наиболее талантливых так скажем мы начали делать какие-то команды коллективы какие-то программы снимали клипы вот потом это все выросло вот в группу бит мыслей потом группа хит пришла это ну такие роковые коллективы которые вот ну как вот гаражах люди играют только у нас они в студии находятся вот и одновременно я организовываю выступления в школах в деревнях ну на разных площадках на больших на маленьких уже выступали на всяких и вот сейчас мы организовали оркестр мысль в звуки это ребята которые готовят сейчас детский спектакль называется жаба из ниоткуда вот и у нас такая возникла идея наверное самое сложное что можно сейчас вот представить вот театре на сцене в зале это интерактив залом то есть как сделать так чтобы зрители стали участниками этого процесса но непосредственно включились вот в творческое такое начало вот у нас есть куча всяких но пока это секрет вот но в сентябре мы планируем постановку это спектакль полностью живым звуком с музыкантами с актерами с артистами с реквизитом все по-взрослому ну а пока оркестр сейчас представляет из себя больше наверно такой уроковый вариант но у нас есть и скрипки и духовые мы все это дело аранжируем и думаю что будет здорово владислав скажите пожалуйста а как вот вы то сами стали музыкой заниматься музыкальная школа или как или эта гитара во дворе это гитара во дворе то есть начал я заниматься до самого детства с 4 с 5 класса гитарой как если говорить про образование про корочки то у меня таковых вот что ну говорит про если говорить про школу про училище искусства там консерваторики ничего не заканчивал никаких корочек нет я просто люблю музыку я занимаюсь с детства я не знаю с утра и до ночи то есть было время когда 10 лет служил вооруженных силах ей там этим занимался и как-то так жизнь вывела меня в такое пространство так это назовем что мы женой решили школу организовать и потихоньку ну занимаемся любимым делом нам нравится ну вот ваши ученики это подростки подростки народ непредсказуемый они уникальны и каждый в своей своей какой-то сфере деятельности с ними не просто как вам удается с ними справляться светлана ческать я не знаю потому что иногда у меня и не знаю как подобрать слова чтобы они начали хоть что-то делать более-менее такое какое-то то что я от них жду право абсолютно сложно с подростками тем более у нас же есть и мальчики и девочки в одном коллективе и возрастом от десяти до семнадцати лет и как сделать так чтобы то не взяли заиграли и слушали они репетиции как проходят я уже скоро палку наверное заведу просто если они начнут перебивать и буду их бить всех воспринимает а это может шутку насколько я так чувствую им нравится взаимодействие со мной взаимодействие в коллективе то что получается каким целям мы идем и у них это как такой мотиватор такой знаете в школе успевают учиться и здесь заниматься на самом деле все очень талантливы ну пока все в порядке вы знаете на самом деле я поняла с каким уважением они к вам относятся вообще просто потому что вот я увидела здесь вашей вот этой небольшой комнатке есть ваша фотография и когда я сидел рассматривала ребята здесь были они мне говорят это гуру это сенсей и с таким уважением с таким да наверное может быть вам они не показывает вида но то что они вас уважают это чтобы для них действительно человек открывающий дверь в музыку это наверное вот это факт хочу спросить вот смотрите подростки все разные ведь ваша задача как педагога не только научить их играть да но и привить некий такой ну вкус к музыке то есть показать им то самое лучшее что уже кто-то до них сделал вот как вы выходите вы говорите две группы у вас теперь вот еще оркестр организуется как вы выбираете тот самый репертуар вы ну как-то с ними каверы какие-то ну играете исполняете либо вы уже пытаетесь их как-то настроить на что-то самостоятельное это же ну как-то проявиться себя как вот это происходит творческий такой сложный процесс но изначально самое то что нелегкое было это вытянуть их из скажем так вот тоже того что популярно а что сейчас популярно мы знаем что сейчас популярно что на дискотеках происходит что происходит в интернете могу сказать да согласно с вами не самая качественная музыка к сожалению сейчас вот на пике популярности не просто искренне говорю вот есть место самка там много всяких там современных исполнителей которых даже вот я могу сказать что первоклассники вот в кадр этот концерт давали им вот все вот это они настолько любят прямо то что я сейчас озвучил и они на самом деле вот такими же были не все может быть но в такой культуре варились как вот немножко их вытянуть на другой уровень просто через беседы индивидуальные там вместе когда на репетициях происходит как-то так получается что они сами предлагают какие-то песни которые нравятся не только их поколению а еще и поколением более старшего может быть не все конечно но тем не менее постепенно 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 получается так что куда-то идем дальше сейчас уже больше мы уходим от каверов во что-то авторская вот как детский спектакль кстати вот про детский спектакль ты расскажите а кто писал сценарий так то вообще что-то там же должно звучать кроме того что вы должны играть это же мне кажется это очень сложный жанр но это как мюзикл получается потому что в основном это как происходит то есть играть какие-то уже подготовленная музыкальная основа где под минус выступают какие-то актеры да а мы решили взяться вот именно за живое исполнение но в этом есть основная фишка где можно организовать интерактив именно залом сколько угодно как это будет еще даже нам самим неизвестно вот ну сложно перед сценарий писал я песни все и написал я стихи все написал я музыку написал я аранжируем мы все вместе прямо на репетициях в студии записываем вот репетируем 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 вы говорили про то что ребята вот они такие молодцы и уже вы им этом организовываете некоторые концерты они мне с гордостью рассказывали про то что они уже выступали на больших площадках в наших дворцах городских вот музыкальное лето в соленом как вот вот хочу про этот проект спросить вы же там тоже принимаете участие ну да как соорганизатор на сцену то выходим выходим до выходим и знаете я вот как одновременно и организатор и человек который выходит на сцену помните билл клинтон играл на сексофоне да как в свое время когда то есть я хочу своим примером показать одновременно то что я тоже вместе с вами ребята я их поддерживаю да несмотря на то что я и организую это все вот не просто конечно это все дается но как-то получается ну вот для них как вы думаете вот выход на такую большую площадку уже в общем-то со зрителем которые не знакомы с их творчеством что это им дает вот для развития вот по вашему мнению страх толчок страх то есть вот ведь знаете как вот я по себе могу сказать что когда человек выходит на сцену все равно испытывают какие-то эмоции даже сейчас вот мы общаемся да у нас есть камера наблюдателей и я все равно испытываю какие-то эмоции то естественно это выход из зоны комфорта это выход из зоны комфорта причем ну достаточно мощный для людей которые к музыке только начинают прикасаться я их наоборот выгоняю прямо на сцену не за просто я еще не играть не умею а я наоборот это делают целью то есть через месяц у тебя концерт как хочешь надо научиться за месяц играть все вот эти партии не начинает там ночами вечерами уж не знаю что там делать пахать то есть вот эта организация организаторская деятельность она вот с этой точки зрения помогает конечно наоборот ну такого пенда ли им давать но эмоции потом после выступления да конечно им нравится все и если мне нравилось они не ходили сюда сам самая главная фишка преподаванию ездили учиться сделать так чтобы людям по душе было ну нравилось то есть они ходили не из-под палки что вот там заставляет там тебя там ли что-то именно сделать так чтобы они сами прям тянулись они что-то пишут звонят у одного там вот стасик у нас есть у него не то что музыкально как звукорежиссер уже видит развитие свое и постоянно занимается какие-то изучает там в ю тубе что-то там программа какие-то и на гитаре при этом играет вот а выступление но это же конечная цель музыканта правильно выступить ну хотя ярослава спрашивал как ты считаешь какая конечная цель вообще музыканты слава деньги смело так самом деле но не без этого конечно и мы даже платим ребятам то есть вот выезжаем если на концерт и онлайн шапку там ставим в деревне у нас был там ну что-то накидает там то есть мы все поровну как знаете у музыкантов есть признак правило такое ну поровну гонорар сколько получили то они довольны понятно что там некита небольшие суммы но и тем не менее такая вот элементы финансовая грамотность грамотности с этой точки зрения как-то прививаем но им тоже хорошо выступили денежку заработали прекрасно на мороженое владислав к сожалению время подходит концу я просто хочу оставить небольшое время нашей программы вот этот небольшой кусочек и дать слово вашим музыкантам я с вами прощаюсь прощаюсь и с вами уважаемые зрители ну а сейчас для нас специально отрывочек из того самого спектакля а а а а